И пожалуй к самой обсуждаемой теме конца прошлой и начала нынешней недели. Шел 53 день февраля. Шутка из интернета в Курской области стала реальностью. Занесенные по крышу автомобили, снежные сугробы по колено и метель. Такими мартовские дни надолго останутся в памяти жителей региона. Когда наступит долгожданная весна, почему в области введен режим чрезвычайной ситуации и когда отступит стихия, выясняла Ирина Шашкова. Вячеслав Седов вторые сутки пытается вызволить свой автомобиль из снежного плена. Говорит, происходящее нужно воспринимать с оптимизмом. Несколько часов физических упражнений здоровью уж точно не навредят. Разминка, зарядка, честно скажу, с удовольствием. Погода сейчас хорошая, воздух прекрасный, свежий, морозный. Поэтому здоровья лет на 10, солнце больше. Утром горожанам приходилось вооружиться лопатой не только, чтобы откопать машину, но и для того, чтобы просто выйти на улицу. Куряне с пониманием относятся и к коммунальным службам, и к дворникам, и к спасателям. Говорят, очистить город от снега можно только совместными усилиями. Берешь лопату, отховыриваешь снег, а потом на основную трассу выходишь. Мы тут рядом в центре живем, поэтому нам еще не выбирались далеко. Сейчас там в лак, но поеду, не знаю, когда еду. Очень, конечно, сложно добираться кому далеко. За прошедшие трое суток на регион обрушилась двухмесячная норма осадков. Спасатели готовились к ухудшению погоды. Но то, что возникнет необходимость водить режим ЧС, никто не ожидал. Круглосуточно на опасных участках дорог дежурили оперативные автомобили, привлекали технику военного гарнизона. Сейчас на контроле остается подвоз продуктов, хлеба, медицинское обеспечение населения. На двое суток продлил режим повышенной готовности для Курской области. Продолжают работы штабы муниципальных образований, штабы служб Курской области. Пока режим, мы планируем его, наверное, завтра снять, режим чрезвычайной ситуации действует. Не обошлось и без серьезных ЧП. На сельхозрынке в северо-западном микрорайоне обвалилась часть кровли. Есть пострадавшие. Иногда спасение из снежного плена становилось делом рук самих заложников стихии. В редакцию телеканала «Сеем» позвонил мужчина и сообщил, входную дверь засыпало снегом. Он дома один. На выручку отправилась наша съемочная группа. И хозяин угощает чай. Горячий. В пятницу доел все продукты питания, все запасы. Вот сегодня последнюю кашу доварил. Я звонил спасателям, да, позвонил сегодня в 5.30. Ну, очень большая загрузка. Мне пообещали, что к вечеру приедут. Тогда я обратился в телекомпанию «Сеем». Помогли, не отрыли, выкопали. Расчистить главные транспортные артерии области, свести к минимуму количество пострадавших от стихии и создать комфортные условия для передвижения горожан по областному центру. Все это планируют закончить к среде. Человек 30 – это точно рабочих. Ну и техники. Знаю, что 8 или 10 КДМ, которые дежурят, ну и чистят. 6 КАМАЗов, я знаю, чтобы вывозить снег. Погрузчики, наверное, что 5. Пока коммунальные службы не справляются со стихией. Улицы чистят, но их снова засыпает. Еще несколько дней назад город выглядел по-другому. Практически растаявший снег, сухие тротуары, весеннее солнышко. Сугробы в человеческий рост в конце марта для большинства курян – настоящая неожиданность. Но, как гласит народная мудрость, у природы нет плохой погоды. А значит, ничего не остается, как развлечь себя зимними забавами и получить от этого колоссальное удовольствие. Ирина Шашкова, Антон Латышев. Присодействие Пресс-службы Главного управления МЧС России по Курской области. Телеканал СЕИМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова